Приветичи! Это Трейлмейкерс. Если ты ждал эту серию, то из тебя лайкос и, конечно же, подписочка, если ты ещё не подписан. Если ты это уже сделал, то ты вообще полный красавчик. Итак, в прошлой серии мы нашли с тобой поворотный механизм. Я забыл, как его... А! Вращающийся сервопривод мы с тобой нашли. Я спросил, что нам сделать с сервоприводом. Было много разных вариантов. Карусель. Ну, я подумал, ну карусель, ну у нас же была вертолётная блюантина. Считаю, что карусель. Был вариант сделать танк с поворачивающейся башней. Ну, я такой думаю, ну, а действительно, пора бы его апгрейдить, а то он не поворачивался, нифиге. И, в общем, я с ним помудрился и сделал вот что. Если ты спросишь, а где, собственно, перед, где зад? Я ещё сам не въехал. По-моему, вот это вот зад. Да, красный фонарь. А это перед. Вот. Башня у нас развернута на 180 градусов. Давайте покажу, как это всё работает. В общем, мы с тобой можем гонять. Вот, мы едем вперёд. Башня у нас сзади. Можем подстреливать себе, добавляя скорости. Разворачиваемся. Аккуратненько, красивенько. Разворачиваем башню. Эй, башня. Поворачивайся. Вот она, видишь, как на 180 градусов в одну сторону и на 180 в другую. Такие дела. У пушки нашей есть, конечно же, фонари. Куда без них. Чтобы, если мы развернулись назад, мы могли подсветить, куда стрелять или куда ехать вообще, в принципе. То есть, смотри. Вот мы поворачиваем. Поднимаем или опускаем нашу пушку. Вот, например, вот так. Давай стрельнем в дерево. Ой, чёрт, поморкнулись. И вот так-то, в принципе, всё работает. Теперь у нас ультра-современный танк, как всё и положено. Обожаю, конечно, гонять, чтобы пушка у нас была сложена вот в таком вот виде. Можно, кстати, запустить фейерверк. То есть, мы ломаем свой танк и тем самым запускаем фейерверки. Но что-то слабенький какой-то фейерверк. Вот, 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 вот. Пошёл, пошёл фейерверк. Шикарнейший. Наземный фейерверк. Вот. Всё, хватит. Ломать танк. Танк мы всё равно самостоятельно не сможем сломать, потому что он действительно очень крепкий. В общем, с танком мы закончили. Мы его сделали очень крутым. И сегодня я предлагаю отправиться на озеро и достать двигатель дракона, о котором очень много писали в комментариях. А также достать крылья. В принципе, вот одно крыло перед нами лежит. Это огроменный обломок. Мы сейчас его с тобой достанем. Но прежде нам нужно построить с тобой кое-что. А именно, монстр трак. О нём, кстати, уже давно просили. Та-дам! Вот такой вот здоровенный монстр трак. Кстати, он прикреплён к обычным осям управления. И ты посмотри, он не прыгает, его не глючит, как это было у меня. Видимо, всё дело в ширине и в самой конструкции. В общем, вот. Этот монстр трак умеет магнитить и плавать на воде. Что нам сейчас пригодится? Очень прям пригодится. Опускаемся в воду. И плывём вот за этим большим квадратным куском. Здесь у нас маленькое модульное крыло. Мы его цепляем. Конечно же, мы его поднимаем. Как нам? Вот так вот мы его поднимаем. Ой, кажется, мы сели на брюхо. Точнее, на двигатель водный. Чёрт возьми. Сейчас мы обхитрим эту систему. Вот так вот, да. Блок нам помог. Ну и, собственно, теперь мы отсюда выплываем. Давай мы всё-таки блок поднимем наверх. Ааа, да. Главное, нам носом ко дну не пойти. Всё. Выбрались мы на берег. Давай посмотрим, где у нас ближайший дрончик. Ближайший дрон у нас здесь. Дрон-извлекатель номер 8903. Едем к нему. Любопытно, мы сможем забраться в гору на монстр-траке. Хватит ли нам мощи? Мне кажется, что нам нифига не хватит. Хотя... Давай, 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 пупсик наискосок вот так вот едем. Фига ты мощный! Такую глыбу из себя затащил. Монстр-трак очень тяжёлый. Он, по-моему, весит 500 тонн. Ну и ещё и мусор прибавляет. Еееей, модульное крыло! Наконец-то мы сможем теперь делать самолёты. Или вертолёты. Давай вертолёт попробуем сделать. Значит, вот у нас маленькое модульное крыло обеспечивает маленькую подъёмную силу. Это то, что нам нужно. Вот он, наш самый первый блюантино-вертолёт. Вот этот маленький. Мы ему ещё вертушки из весел делали. Сейчас мы их убираем. Надеюсь, что у нас всё получится. Теперь ставим сюда маленькое модульное крыло. Вот такой вот длины у нас будет. Ну что, делаем вставочки. Взлетим мы или... Ну, ты сам понимаешь, что будет. Итак, первый пуск. Врубаем винты. О май гарбл! Это снова произошло! Но, по крайней мере, мы пытаемся подняться. Мы вроде как поднимаемся, но не до конца. Мы слишком тяжёлые. Подожди. Давай мы сделаем по-другому. Готово. Проверяем ещё разок. Мы взлетели! Мы летим! Правда, не так, как надо. Но мы летим! Ой, стой, 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 стой! Ой, да. Всё пошло не по плану. Ну вот, короче, я тут что-то намудрил. Накуролесил. У меня есть хвостовые вот эти вот штуки. Это, конечно, смотрится ни о чём. Ой, стой, 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 стой. Нет, мы не полетим пока. Подожди. Нам нужно разобраться с хвостовым управлением. Оно... Оно очень странное. Скорость вертушки я уменьшил. По идее, мы теперь... Да что ж ты будешь делать? Всё равно он нас крутит, кролесит, как не знаю что. Может быть, две вертушки сделать, а? Действительно. Давай-ка две поставим. Должно быть норм. С двумя-то. Вот у нас две вертушки. Другая вертушка у нас будет поменьше. Вот такая вот. Ну что, давай попробуем, посмотрим, что из этого выйдет. Не, не получается. Ну что ты будешь делать-то, а? Почему же нас так шмантеляет? Поскольку нас крутит вокруг своей оси на 360 градусов, предлагаю сделать следующее. Берём, значит, водолазный купол. Вот такой вот красивый водолазный. На него просто цепляем вертолётный двигатель. И делаем лопасти. Ну-ка. Давай взлетай. О! Мы взлетели! Ты посмотри, ты посмотри, что там происходит в капсуле. Это просто коробу. Просто капец. Вот же что там заблюантило, а? Ну, мы, по крайней мере, летим. Летим. И ещё как летим. Давай присядем. И удачно ещё и сели-то, прикинь. Ну, раз мы взлетели, нам нужно придумать, как теперь этой конструкцией управлять. Короче, давай мы из всего этого сделаем обычный квадрокоптер. Во! Виола! Вот такая вот штука у меня получилась. Это прям очень массивный квадрокоптер. Прям для людей. Сейчас мы проверим, работает ли эта штука или нет. По идее, все четыре винта должны друг друга компенсировать, и меня не должно вращать. Ну-ка. О май гармал! Ну как так? Что вообще не так с этими вертушками? Ну почему? Ну, кстати, очень красиво смотрится, слушай. И мы стабильно вверх поднимаемся. Что если мы эти вертушки перевернём? Вот так. Чтобы они крутились как бы в обратную сторону. То есть, два винта будут крутиться в одну сторону, два в другую, создавая сопротивляемость. И по идее, должно быть всё. Всё ништяк! Ты посмотри! Всё получилось! Ой, только мы врезались. Капец! У нас вышло! Осталось только научиться поворачивать все эти конструкции. Управление я сделал. Давай проверим. Вертухи поворачиваются сюда-туда. А эти... Вон туда. И вот сюда. Хорошее определение, как поворачиваются мои вертушки. В общем, лево-право и вперёд-назад у меня теперь есть. Давай проверим. Как-то это... Помогает или нет? Ну, вроде как помогает, слушай. Но всё очень нестабильно. Прям... Ой-ой-ой. Винты задел. Прям очень нестабильно. Я даже не понимаю, как я лечу. Куда и как. У меня такое ощущение, что я падаю. Тихо-тихо-тихо-тихо. Давай, взлетай. Выше. Всё выше и выше. Винты надо помощнее сделать. Короче. Надо всё это дело переделать. Ставим, значит, вертушку сюда. И ставим снизу. Ну, то есть нижнее, это будет у нас сопротивление. Ну и всё. Делаем сюда винты. И по идее, по идее, в этой конструкции нам должно быть легче поворачивать. Сейчас-то мы это и узнаем. Так. Взлетаем. Ой, что-то пошло не так. Ну, по крайней мере, мы летим. Во! Всё получилось. Мы летим. Мы управляем. Это, конечно, всё тяжеловато управляется. Но как-то... Как-то получается. А что, если мы с тобой... Всё-таки вернёмся к нашей первой конструкции. Сделаем вот так. То есть, две вертушки друг на друге. Одна крутится в одну сторону, другая крутится в другую сторону. Ну вот, в принципе, как-то это должно выглядеть так. А теперь давай попробуем. Фух, надеюсь, что у нас получится. Взлетаем. О-о-о-о-о-о-о. Да, у нас получилось. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Фигаща, вот это управляемость. Ты прикинь. Моя самая первая конструкция оказалась лучшей. Обалдеть. Только мы почему-то падаем. Почему мы падаем? Стой! Поскольку мы нахимичили себе вертолёт, предлагаю отправиться за двигателем дракона. Он находится у нас вот здесь, в озере дракона. И чтобы далеко туда не лететь, давай телепортнёмся. Вот и мы, собственно. Вон там под водой у нас лежит двигатель дракона. Мы сейчас попробуем его достать при помощи нашего вертолёта. Это, конечно, просто Unreal, но мы всё-таки попробуем. Во-первых, нам нужно упасть в воду. Знаешь, что я забыл? Мы же не... Подождите, подождите, нам нельзя падать в воду. Я же не в капсуле. Здесь капсула нужна. Ладно, фиг с ним. Значит, трансформируемся. Ой, ё-моё. Как-то я неудачно трансформировался. Ладно, не беда. Постариночки. Вот так. Стой! Куда ты утонула? Подожди ты меня! Всё, сели. Так, значит, вначале нам нужно подплыть к ней. Схватить её. А, ну, в принципе, здесь её вытащить вообще как нифиг делать. А я парился, вертолёт мудрил, колотил. Тут вон, вот сюда нам надо налево. Вот так вот выплываем, и всё, в принципе. Дальше можно и повручек призвать. Что ж, у меня всё вверх тормашками сегодня. Так, значит, ты идёшь со мной. Последний рывок. Последний рывок. Есть! Двигатель дракона. Он у нас теперь есть. Убираем всё вот это вот. Все приблуды нам не нужны. Сейчас мы узнаем мощь дракона. Так. Ой, не то убрал. Лепим его вот сюда. Убираем. Сразу три штуки. Ух, какой он мощный. И что это нам даёт? Ой-ой-ой-ой, ёшеньки. Ё-карны. Тачка вообще неуправляемой стала. Подожди. Как не там гонять-то? Ты посмотри, какая скорость. У меня колёса не держат. 150 километров в час. Обалдеть. Мне кажется, что этот двигатель вообще с ума сошёл. Он может больше. И так, так, так. 180, 190 километров в час. Ого-го-го. МТТ шлифанул. Подожди, так получается. Давай мы сейчас улучшим нашу тачилу. Ну-ка, давайте проверим. Посмотрим, как наша тачка полетит. По идее, с такой скоростью она должна полететь. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ух, 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 ух. Вот это мощь. Мы спокойно левитируем. Как нам нужно. Ой, кажется, у меня крыло отвалилось. Значит, максимальная скорость у этой штуки 190 километров в час. Просто чума. Куда такая мощь? Фиг их знает. Убились. Давай теперь попробуем из вулкана достать реактивный драконий двигатель при помощи нашего недавно сконструированного вертолёта. Сегодня ты нам пригодишься. Поможешь нам достать обломок из огненного бурлящего вулкана. Хе-хе. Эм, знаешь, в чём прикол? Вот взлететь-то мы взлетели. И мы вот уже почти над жерлом вулкана. Но есть прикол, что я не знаю, как опуститься грамотно. Мы с этими крыльями левитируем. И упасть будет очень сложно. Так, мы падаем, 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 падаем тихонечко. Вот это, конечно, вообще жесть. Так. Главное не разбиться. Главное не разбиться. Но почти, почти мы, мы, мы почти, вот, почти приземлились. Я, конечно, вообще не представляю, как мы сейчас зацепим этот камень. Но если мы его зацепим, это будет просто капец как круто. Ставим, значит, аккуратненько вертолёт. Вот таким вот образом. Ага. Значит, врубаем магнит. Есть контакт. И просто взлетаем. Давай, вертолёт, поднимай нас. Давай, попсик. Ну вот, в принципе, реактивный двигатель с нами поднимается. Всё хорошечно. Всё очень шикарно. Но, если честно, я не знаю, как долго мы будем взлетать. Мы вылетели из жерла вулкана. Осталось только найти ближайшую точку с удобным дроном. Я уже её увижу. Кажется, нам туда надо лететь. Короче, принял решение приземляться где-нибудь в поле. Вот, например, вот там вот хорошее местечко. Главное мне не влететь в камень. Что очень вероятно... Ох, как у меня пронесло. Блинский, падай! Фига себе, фига себе! Вот это мы с тобой приземлились. Очень опасно было. Так. Нам теперь нужно, знаешь, что сделать? Призвать погрузчик. Так, аккуратненько. Садимся в него, значит. Давай лучше вот эту машину призовем. Так, подъезжаем тихонечко. Почти подъехали. Тихонечко. Цепляем его. Ух, чуть не подорвались. Теперь поднимаем его наверх чутка. Чтобы его ничего вообще не беспокоило. Ни пылинка. Ни камушек. И везем сюда. Ты прикинь, ты прикинь. Двигатель дракона достали. Оу май гарбол. Ракетный двигатель дракон. Космический корабль разблокировал на 71%. Вот это чума. Мне дико интересно, на что он способен. Я думаю, что тебе тоже. Но! Об этом мы узнаем в следующей серии. Так что, с тебя лайкос, если ты еще не поставил его в самом начале. И, конечно же, подписочка, если ты еще не подписан. Ну, а я с тобой прощаюсь. Удачки. И увидимся в новом видео. Пока!